В этой комнате. Вежливый, гостеприимный, дружелюбный прием, который поможет остановить этот диалог. Стал диалог, развивающийся явно в деструктивном направлении. А может водочки? Водочка это означает, что есть риск, что они еще на три часа останутся, напьются и подерутся. А вам надо прекратить диалог. Это можно выйти просто на время из комнаты и снова зайти. Это ваша комната. Да, я из своей комнаты на некоторое время могу выйти. Тогда они сцепятся между собой. Вы видите, вот их надо разнять. А, то есть мы свидетели. Вот здесь стоит этот Геннадий Геннадьевич. Вот допустим, Ксения Владимировна, это тот самый брокер. А вы наблюдатель. О том, как перепалка происходит между Геннадием Геннадьевичем и Ксения Владимировна, и Ксения Владимировна с улыбкой доводит его, вашу клетку, до белого коленя. Вызвать на чуть-чуть помощи, попросить, я не знаю, как-то выдернуть из ситуации. Я поступил проще, прям открытым текстом. Я вот так подошел, должностно заявил, Артур Сергеевич, ну не получается у нас сегодня разговор. Сожалею. Уходите, пожалуйста, Артур Сергеевич. Приходите завтра. Да, приходите завтра, пожалуйста. Да, очень сожалею. Человек не обиделся. Я просто все стал валить на объективные обстоятельства. Разговор не получается. Все. Больше этого человека я не видел в жизни. Никто не виноват, но разговор не. Да. Больше я его не видел. Понимаете? Мой клиент не захотел дальше с ним работать. Но я рад тому, что они не подрались. Дело не дошло до суда. И вот это был, правда, красный свет, который надо включить, если у вас происходит вот такое психологическое давление в виде стрессовой ситуации. Можно дальше посмотреть, да? Хороший и плохой парень. Великолепный, совершенно грязный прием. И здесь в роли хорошего парня, в кавычках, может оказаться медиатор, к сожалению. Если будет вырушать этику. Итак, мне надо тоже доброгореца. Давайте, пожалуйста, выходите, пожалуйста. Вы, Нина Петровна. Так, сейчас мы будем обсуждать с вами цену контракта, например, по госзаданиям. Так, и мне нужен какой-то крупный парень. Можно стоять, может быть. Давайте я просто выйду. А, ну давайте стоять. Ксения Владимировна, давайте вы будете плохим парнем, так сказать. Нина, хорошим парнем. Итак, у нас существует с Ксенией Владимировной договоренности. Веди себя жестко. Я так говорю, да? И мы торгуемся по поводу цены контракта. Справедливая рыночная цена 100. Мы попробуем ее довести до 30. Я это буду делать интеллигентно, но ксения как-то будет много. Итак, сначала договор начинается с Ксении. Приводите разные доводы. Допустим, это образовательные услуги. А, то есть мне нужно 100 лета получить, да? А ей нужно снизить цены. Конечно. Первоначальная цена 100 тысяч рублей. Вот у вас пошла жесткая торговля. Вы и так ограничили свой бюджет очень сильно. В чем мы торгуем? Образовательные услуги. Да, цена образовательного услуга. И все снижается. Оказываю ей услуги. Ну да. То есть мы заказчики. Допустим, Ксения Владимировна, мой генеральный директор. Я помощник, я медиатор вообще. Ну, у нас заказывали услугу. Цена, когда мы с вами общались, 100 тысяч рублей за услугу. Поэтому мне бы хотелось узнать. Да ну что, это нереально совершенно. Ну, вон, за углом совершенно другая организация. Она оказывает за 20-ку такие же услуги. Мы просто делаем вам из наших дальнейших отношений, из наших прошлых историй. Мы даем вам авансом эти 30 тысяч, которые... Ну, это просто красная цена. Ну, о чем мы сейчас вообще говорим? Ну, о чем мы говорим? Да что же случилось, когда мы договаривались? Да, ну перестаньте даже это не будем обнуждать. Что же мне теперь делать? Как же мне теперь быть? Я вот не могу у меня... Ну, как вам быть, вы знаете, ну как нам быть? Нам как-то всем надо быть. Мне нужно заплатить за аренду помещения. Мне нужно преподавать или заплатить. Дорогая моя, за аренду помещения. Помещения, хотели, чтобы вам... К сожалению, это вот окончательное слово, которое может сказать наш генеральный директор. Хотите, я вас удачу соком? Может быть... Не хочу я сок. Нет, я не курю, давно бросила. Здоровье не позволяет денег на сигареты. Нет? Замечательно. Спасибо. Надеюсь, он присаживается. Сейчас я сделаю обобщение. На самом деле, я сделал ошибку, когда поставил себя против яркого света, надо было поставить Егину Петровну, чтобы яркий свет слепил глаза. И что делает плохой полицейский? Он допрашивает в жесткой форме, вы преступник, кричит. Не дает перерывов, не дает покурить, не дает поесть. Яркий свет в глаза. Потом приходит добрый полицейский, убирает яркий свет, дает закурить, наливает в стаканчик пива. И говорит, ну что ж поделать. Да, в нашей семье не без уродов. Всякие бывают полицейские. Но мой подход заключается в том, чтобы каждым подозреваемым видеть прежде всего невиновного человека. А что там случилось? Давайте начнем, что подробнее. И всю подноготную я вытаскиваю. То есть, растаяла Нина Петровна, да? Мне все рассказала. И мы с коллегой пошли, отпраздновали победу. Все, мы добились того, что...